Всем привет, ребята! Я хочу сегодня рассказать одну очень фантастическую историю для детей и для всех. Это очень интересная история про, ну, правительницу огня. Ну, вам лучше о ней не слыхать. Это самая опасная правительница ни воды, ни воздуха, ни земли, а вот огня. Если её разозлить, она взорвётся, и даже дом ваш взорвётся. Но не переживайте, это всего лишь выдумка. Это очень-очень интересная и очень увлекательная легенда, ну и древняя. Вот история начинается. Захожу как-то раз вот в сон и вижу Венома. «Привет, Веном! А что ты тут делаешь?» – спрашиваю у него во сне. Он говорит, «Я хочу тебе рассказать очень удивительную историю. И то, без вопросов ты ко мне иди. Подойди». Я подошла, конечно, и он мне протянул руку. Я, конечно, свою руку дала. И вдруг мы в какой-то сон забрели. И там вдруг я посмотрела, огляделась и вижу какой-то мир, такой красивый, такой фантастический. И оглянулась, а Венома нет. Наверное, ушёл. Просто сон этот показать мне. Я там прыгала, веселилась, пока пришла неопасность. Все начали убегать. И вдруг я увидела какую-то женщину. Она была в красном костюме. Ну, немножко с жёлтыми какими-то полосками на платье. Ну, и, конечно, у неё были красные туфли, длинные сапоги и красная прическа. Я сама не поняла, кто это был и кто это. Но вдруг кто-то сказал, «Прячьтесь, кто может!» И вдруг я спряталась в какой-то нору. Я огляделась. Никого не было. Я хотела подглядеть, что это там. И вдруг кто-то сзади шепнул мне. Нет, лучше не подглядывай. Она всех видит везде. Даже в норах, если кто-то выглядывает посмотреть. А кто это? Я спрашиваю. Это правительница огня. Это наша королева. Но только если кто-то нарушит правила, он же день неприятностей. Неприятностей? Ну почему она что, настолько плоха? Ну не точно плоха. Она сердится, бьется. Огнем стреляет в нас. Сама говорит, не деритесь. Мы перестаем драться и слушаем ее. А она в нас огнем пыляется. Это дело не положено, сказала я и выглянула. И закричала на нее. Эй ты, ты зачем очень сильно обижаешь маленьких? А кто это мне сказал? А кто это мне сказал? Сказала правительница огня. Ох, это же самая могучая Богдана. Ха. Это о тебе Веном рассказывал? Не правда ли? А ты что, его знаешь? И вдруг она показывает Венома в плену. Спасибо, Веном, что ты ее сюда привел. Ну теперь познакомимся мы с тобой. Ха-ха-ха-ха. Я сама ничего не понимаю. О чем ты? Я спрашиваю у нее. Ха. Веном у меня давно тут служит. Я ему что приказываю, то и выполняю. Значит, Веном, ты меня не просто так сюда привел. Извини, Богдана. Она меня заставила. И не то она меня бы убила. Я расстроилась. И подумала, если бы правда Веном это не выполнил бы, Тогда бы, тогда бы. Она его убила. И не с кем было бы играть у меня. Веселиться во сне. Разговаривать. Во сне? Во сне. Мне казалось, что герои кажутся только злыми. А все-таки они добрые. Но не эта ведьма сраная. Красная. Головая. Хм. Я шепнула. Зачем она это сделала, так гадкая ведьма сраная? А что ты там сказала? Сказала эта ведьма. Мне. А я сказала. Давай-ка так. Если ты выиграешь в битве, ну как сказать, батл, ну соревнования, которое ты мне скажешь. Давай, если я побежду, ты отпустишь Венома и не будешь убежать этих зверушек. И то, ты уйдешь отсюда, и они будут жить мирно. И то, и то, ты не будешь больше такой злой и вонючий. А если ты вот, ну, а если я проиграю? Ты не отпустишь Венома, я уйду отсюда навсегда. Ха, договорились, сказала эта ведьма. Ну как сказать, правительница. Но правительница была сильна. И вдруг она какую-то магию наложила на нас, только втроем. И мы куда-то улетели. В какую-то, в какую-то, на арену. И там было все огненное. Ну и вот, ну и вот. И там я увидела маму, папу и Степана. Но это не они были. Это были их клоны. И они сказали, мы будем проходить испытание. И там, и там мы тянули бумажки. Она, это ведьма красная, ну, правительница огня, она протянула бумажки. И она сказала, в этих бумажках написано, сколько у вас жизней. Например, если вы утонете в болоте, у вас, ну, если у вас три жизни попадется, если вы утонете в болоте, у вас останется всего лишь две жизни. И, кстати, вы еще должны собирать эти фишки огня. Если ты соберешь, Богдана, фишку, и если ты опять утонешь первой же попытки, тебе останется одна жизнь. И плюс ты там появишься, там, где ты фишку забрала. Поняла? Я сказала, что я поняла все. Но какая суть игры? Какие правила? А никакие. Только не мешать. И она исчезла. И она поднялась на гору наблюдать. Мы выбрали, конечно же, сразу бумажки. Потом она уже исчезла. Мне попалось, ну, как сказать, десять жизней. Но я не поняла, что означает десять жизней. А у всех попалось, попалось по пять жизней. Неужели она нам еще не сказала, что кому попадется десять жизней, тому повезло. А кому не повезло. Что-то самое сильное, сильное, сильное число десять. Больше пяти. Я подумала так. Потом, потом, мы стали проходить испытания. И вдруг, я чуть не утонула, потеряв равновесие. Но я подумала, не терять жизнь, они мне еще пригодятся. Я, конечно же, на первом испытании пошла. Остальные попадали. А я не стала им помогать. И дальше пошел. Дальше уже труднее. Не просто длинный морст, а просто, ну, представьте себе, пластинки как-то в воздухе огненные висят. Ну, не огненные, а красные. Висят. Ого! Я закричала во сне. А как они висят? Как? Как? Ну, когда я на них прыгал, оказывается, они шевелились. Я внимательно взглянула, оказывается, это невидимая веревка их держит сверху. Потому что сверху была какая-то палка. И там на ней что-то держалось, какие-то веревки. А дальше они были оборваны. Оказывается, они невидимые. Вот почему они шатались и были, как будто они в воздухе висят. Я, конечно, прыгала, осторожно держась за веревки. Правительница сверху, когда наблюдала за нами, а, не может быть! Как она разгадала тайну? Но она сказала это про себя. Но она это сказала на самом деле, вслух. Я услышал ее голос. Ты думаешь, что я не разгадаю? Я все разгадываю, потому что я детектив. И всегда во сне я что-то разгадываю. Ну и монстров побеждаю, а они становятся добрыми. Хм... Я сказала это про себя, но вдруг вышло из головы и раздался эхо. Оказывается, про себя нельзя там говорить. Почему-то правительница такая глупая, наглая и не сказала это. Похоже, она хочет, чтобы я или кто-то проиграл. Но я этому не позволю. Я стала дальше проходить испытания. Потом... Потом... Вижу какое-то другое испытание, и надо подниматься вверх. Хм... До легкотня. И вдруг заметил, что доски обрываются я быстро отскочила на берег. Ну, конечно же, фишку собрала. Ну и вдруг я подумал, хм... А почему они разных цветов? Кстати, я прыгнула на красную, но она оборвалась. Я придумала, что надо делать. Растут разные цвета, значит, только надо быстро прыгать на красную, потом уже быстро прыгать на желтую. Быстро на красную, быстро на желтую, быстро на красную, быстро на желтую, быстро на красную, быстро на желтую. Вот так я прошла это испытание. Но вдруг дальше собраться по канату я даже лазить не умею, только если это по деревьям или... и так далее. Я пыталась забраться, но не получалось. Хм... А это что? И вдруг я опять невидимое увидела что-то. Это доски были. Так как это, видимо, приходится в это в голову? Я очень... про это шепотом сказала себе. Ну, очень тихонько-тихонько, чтоб эхо не раздалось, потому что про себя нельзя же думать. Мать, так что приходилось вслух говорить. После этого испытания вдруг я увидела какую-то черту. и вдруг я закашлял от чего-то. Оказывается, это был дым. Откуда дым? Я не понимала. Это кажется, вот эта вот повелительница огня так взбесила, что я прошла испытание. Я прошла черту. А она как закричит, не может этого быть, не может этого быть, быть. И вдруг у нее с ушей полился дым, который ко мне шел. И я кашлял. Я не переставала кашлять, но я быстро прошла черту. И я победила. И вдруг там раздался чей-то голос. Богдана! Кажется, это вину ко мне бежал. Я так рада, что она тебя освободила. Что она с тобой сделала? А ничего, просто так. Ничего. Ну, я ей покажу. Больше не буду выполнять ее приказы. Ну и правильно. Ну, все равно она нас теперь не обидит, так как она проиграла. проиграла. как сказать? Я выиграла. Вот. Она проиграла. Проиграл. Проиграл, проиграл. ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Но, но, это не переставалось быть. Вдруг повелительница как-то слезла с вышки И Лита посмотрела на Венома и на меня. Сначала на Венома долго смотрела, а потом она посмотрела на меня. Потом она успокоилась, вздохнула и выдохнула. И сказала. Поздравляю, ты победила. Теперь я ухожу отсюда навсегда, как ты и хотела. Мне пора теперь по другие края переходить, править. Огнедышащими, драконами приходится теперь ей это, ну, править. Оказывается, она раньше правила драконами. Но она им сказала, что хочет на другое что-то посмотреть. Более другое. Ну, например, там что-то на зеленое, желтое. Узнать, что такое дружба. Но она забыла правила этикета. Хм, ну, вообще ей это не надо. Но она все-таки поздравила меня с победой. И улетела. И вдруг мы с Венома вырвались в меню сонов. Неужели я победила? Воскликнула я. Но вдруг раздался какой-то голос. Хм, ну, я еще вернусь. Не может быть. Хм, она вообще-то не обещала, что она вернется. Хм, разозлился Веном. Ну, и я разозлилась. Хм, ну, делать было нечего. И мы отправились домой, потому что нам уже было нечего делать. Вот так закончился мой сон. А Веном больше никогда меня не предавал. Даже если, даже если, обещали, если, ну, он не будет слушаться, его будут в него, ну, огнем пылять. Или там водой, или там ветром. Ну, вот так вот закончилась эта хорошая история. А вы, ребята, вы, ребята, вы еще никогда не слушаетесь этих вот, ну, незнакомцев. Ну, мы хоть с Веномом давно близки, но я всегда ему доверяла. Вы всегда, ребята, да попреждайте друзей об опасности. Если вы и рассказываете, что кто-то что-то заставил вас, и вас вдруг всегда поймет и простит в такой ситуации.